Юбилейные состязания. В Караганде прошла 10-я областная профсоюзная спартакиада среди работников образования. На протяжении двух дней выбирали лучших из лучших по четырем видам спорта. Как награждали победителей, видел Антон Александров. Эти соревнования одни из самых массовых в регионе. Только в сегодняшнем заключительном этапе принимают участие порядка 500 представителей образования. Это сборные команды из городов и районов Карагандинской области. Отличительная черта нашей спартакиады – это большая массовость. Учителя личным примером поддерживают президентскую программу здорового образа жизни. Такие мероприятия сближают, создают благоприятный морально-психологический климат, являются большим примером для наших учащихся. Мы, конечно, эту спартакиаду посвящаем нашему большому событию 25-летию независимости нашей любимой Родины. Состязания проходили два дня. Традиционная профсоюзная спартакиада проводится по волейболу, настольному теннису, шахматам и тагузку-малаку. Победителей награждают почетными грамотами, дипломами, спортивными кубками и памятными сувенирами. Мы участвуем каждый год. Эти соревнования проводятся уже в десятый раз. И я участница всех этих соревнований с первой спартакиады. Мы участвовали в соревнованиях по волейболу, также проводили соревнования по шахматам, настольному теннису, тагузку-малаку. Общекомандное место мы заняли первое. Пропаганде здорового образа жизни особое внимание уделяет обком профсоюза работников образования и науки. Эта встреча также собрала чиновников, депутатов и не только. Череду награждений разбавляли выступления местных творческих коллективов. В этой спартакиаде принимают участие и городские, и сельские учителя. Проходила она в три этапа. Это первичные профсоюзные организации, районные и городские организации и областные соревнования. В двух первых этапах принимали участие до 15 тысяч работников образования. И сегодня на закрытии 270 участников – это уже команды-победители. Победители по каждому виду спорта выбирали отдельно среди городских и районных команд. Так, лучшими по тагузку-малаку стала сборная Бухожираусского района и района имени Казабекби. Золото по шахматам досталось Абайскому району и снова сборной команде района имени Казабекби. В настольном теннисе лучшими стали команды Нуринского и Октябрьского районов. А по волейболу победителями признали команды Каркаролинского и также Октябрьского района.